всем привет с вами юлия трус вы на канале московской академии экономики и развития в этом видео мы разберем с вами как сейчас находить работу в интернете каким профессиям проще всего найти работу в интернете это конечно же весь сектор идти кем бы вы там ни были просто спрос на вас на сегодняшний день офигенский все что связано с продажами это операторы колл-центров это менеджеры по продажам это онлайн-консультанты пиар и маркетинг ну понятно что маркетинг на сегодняшний день вообще вы уходит из офисов до работает дома в грузии где там в дагестане короче кто куда разъехался оттуда и работают далее сфера образования все преподаватели кураторы репетиторы переводчики прекрасно работают в онлайне и спрос на вас тоже огромный далее финансисты и бухгалтера и юриспруденции все кто умеет работать с чужими деньгами да неважно с личными деньгами либо с деньгами бизнеса специалисты по праву прекрасно работают в онлайне но и переходим к самому такому популярному на сегодняшний день это журналистика и копирайтинг если вы работаете с текстами то в онлайне на вас тоже огромный огромный спрос сфера искусства и дизайна это все дизайнеры аниматоры и иллюстраторы художники на сегодняшний день на вас просто бум спроса возможно вы сейчас думаете а очень классно да я вот бухгалтер а где мне искать работу как не искать и конечно же прежде всего это сайты по поиску работы это headhunter.ru это зарплата.ru это авито это юла яндекс услуги врукзила фриланс там размещаем свои резюмешки и ждем откликов и конечно же обратите внимание на чаты и каналы в мессенджерах и соцсетях это в первую очередь телеграм-каналы тематические по поиску работы именно в вашей профессии это вконтакт это фейсбук и это вайбер ищите через поисковую строку соответствующие каналы чаты и вступайте туда и откликайтесь на все присланные вакансии и давайте перейдем к самому важному с чего начинать поиски в первую очередь определите для себя кем и где вы хотите и будете работать для того чтобы вас не размазывало и для того чтобы потенциальному работодателю было понятно да кто вы чем вы занимаетесь подумайте за какие деньги в месяц вы хотите работать обязательно задайте себе этот вопрос зайдите во все каналы и на все сайты которые я озвучила выше и посмотрите на какую зарплату рассчитывают ваши будущие или существующие коллеги да на что они рассчитывают и самое важное просмотрите хотя бы я не знаю хотя бы просто сверху для обзора вакансии потому что так вы увидите а сколько действительно работодатели готовы платить за то чем вы планируете заниматься тогда у вас ну либо свяжется либо не свяжется и если вам кажется что платят маловато например да я хочу больше зарабатывать идите ищите а в вашей профессии кто платит больше кто готов заплатить больше и какие там требования к этому сотруднику тогда вы уже увидите чем вы готовы заниматься и возможно вам просто нужно будет расширить список вот этих функционалов да и каких-то обязанностей которыми вы будете заниматься для того чтобы зарабатывать ту зарплату которую вы хотите обязательно обращайте внимание на время в день которое необходимо будет для того чтобы работать потому что часто к сожалению бывают вот эти фантазии я хочу работать два часа в день и зарабатывать там четыреста тысяч работаю менеджером по продажам ну такого чаще всего не бывает поэтому ногами на землю становимся и смотрим правде в глаза на что важно обращать внимание в вакансиях на которые вы будете откликаться внимательно читайте что от вас хотят потому что очень часто бывает до работодатель сам не понимает функционала который он ожидает от своего будущего сотрудника и пишет там маркетинг реклама и продвижения и вы не понимаете что он вкладывает вот в это понятие и вы придете на работу и вам а работа да все скажет ну делай мне продвижение рекламу и маркетинг и будет сидеть никаких вводных данных у вас не будет возможности получать обратную связь у вас не будет возможности даже обсудить какие-то ваши гипотезы и идеи соответственно вы не сможете дать результат вам потом скажут фигова и сотрудники еще и ее везде рассказывают что вот это вот девочка очень фиговый сотрудник при том, что работодатель был мне не очень в это время. Еще важно, даже если вам кажется, что вакансия как-то тупо-глупо описана, но вас устраивает зарплата и устраивает вот та отрасль, в которую вы пойдете работать, пойдите на собеседование и задайте все вопросы, которые у вас возникли, ну типа, а какого фига здесь вот так, ну не так спрашивайте, да, прилично себя ведите на собеседовании, задавайте вопросы, да, а что если, да, а что вы ожидаете от меня вот в этом качестве, а вот в этом. А если, например, не будет хватать времени или там вы не обеспечите меня ресурсами, что в это время будет происходить с моей зарплатой, с моим трудоустройством и так далее. Ходите на максимальное количество собеседований, потому что чем больше собеседований вы пройдете, тем вы будете спокойнее себя чувствовать на следующем собеседовании и уже будете понимать, какие вопросы вам задавать дальше, ну и чем больше вы пройдете, тем больше выборка у вас в конце получится. И тут есть один классный лайфхак, если вы видите, что вам хотелось бы здесь работать у этого человека или в этой компании, задайте вопрос, как вы поймете спустя год, что вы приняли на работу на это место правильного человека. И вот здесь внимательно-внимательно слушайте, потому что вы здесь увидите реальную картину, потому что здесь человек сидит и думает, как мне, кого найти. Очень часто он говорит совершенно другое, чем в отличие от того, что он ожидает от вас через год. Например, вы все собеседование или там цикл собеседований прошли, вы видите, что вам абсолютно все подходит, что человек понимает, чем вы будете заниматься, вы видите, что он разбирается в том, чем вы будете заниматься, и потом вы спрашиваете, а что будет через год, и он говорит, и мы такие семья, и мы такие вместе на корабле, в дальнее плавание, рыбалка, удочки, сачки, все наши дети и собаки вместе, то есть вы видите, что то, что он сейчас думает, что ему нужно взять, абсолютно не вяжется с его целями, и он будет стремиться туда, а вы сюда не встроитесь. Поэтому вы должны понимать, что это либо временное место для работы, да, и пока вы сделаете какой-то результат, либо это вообще не ваше место работы. Следующее возражение, которое я очень часто слышу, вот у меня такая профессия, что я не могу работать в онлайне, например, там я всю жизнь укладываю асфальт. Что мне делать, как мне укладывать асфальт в онлайне? Вообще никак, вот нет вариантов, и если вы понимаете, что у вас такая профессия, что вы, ну, не можете вы работать в онлайне, а хотите, и видите там перспективы, и вы хотите этих денег, и вот этой свободы, и вот этой возможности общаться с такими классными людьми, меняйте свою профессию. Ну, блин, смиритесь с тем, что вы больше никогда в жизни не будете укладывать асфальт, а будете, например, заниматься маркетингом, пиаром, там, возможно, IT. Уже давным-давно прошли те времена, когда мы профессию получали там 17 лет и всю жизнь работали в этой профессии. И именно для вас в описании под этим видео я оставила чек-лист 37 способов заработка в онлайне. Ищите подходящую для вас новую профессию, либо оптимизируйте вашу существующую профессию. Зарабатывайте столько, сколько вы хотите, потому что в онлайне вообще нет никаких потолков и огромные возможности. Работайте на кровати, в шезлонге у бассейна, не знаю, там, в поле в огороде. Как вам удобно. В онлайне вообще можно все. И до сих пор у людей присутствует вот это сомнение и страх, что, ой, этот онлайн, это все какое-то временное, сейчас я уволюсь, да, перейду работать маркетологом, потом фигаки маркетологи все, всех маркетологов выгоняют. Но вот здесь нужно понимать, да, что мир на сегодняшний день офлайн и онлайн переплетается настолько тесно, что офлайн без онлайна невозможен. И, соответственно, всем работодателям очень выгодно нанимать людей из разных регионов, потому что тогда есть возможность найти то, что тебе подходит. Обратно в развороток офлайн, и все мы будем ходить на работу, утром ехать в автобусе, там, идти пешком куда-то до офиса, но этого не будет. Поэтому работу в интернете найти на сегодняшний день легко, искать работу нужно, возможности и перспективы здесь шикарные, поэтому я думаю, что после просмотра этого видео у вас все получится. И на этом канале я рассказываю, как зарабатывать больше в онлайне, поэтому подписывайтесь на этот канал, смотрите новые выпуски, обязательно включайте уведомления, чтобы больше не пропускать. А на этом у меня все, до новых встреч в новых видео. Пока-пока.